Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире первое литературное телевидение, ведущий Евгений Сулис и программа «Турнир поэтов». И я, как всегда, без лишних слов хочу представить наших участников. Роман Сорокин. Родился в Малой Вишере, живет в Переделкино. Окончил театральный институт имени Бориса Щукина. Артист Московского театра поэтов под руководством Влада Маленко. Публиковался в журнале «Юнность» и другой периодике. Автор пьесы и сборника стихов. Лауреат Всероссийского фестиваля молодой поэзии имени Леонида Филатова «Филатов Фест». Представлен членом художественного совета программы «Турнир поэтов» Юрием Семецким. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Елена Антипычева. Родилась в Московской области, живет в Москве. Образование высшее, филолог, преподаватель русского языка и литературы. Публикуется в российских и зарубежных журналах, сборниках стихотворений и на литературных интернет-порталах. Автор двух книг. Представлен членом художественного совета программы «Турнир поэтов» Сергеем Касьяновым. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Ну что же, Роман, коллега, имени Щукина институт вы заканчивали. А кто был мастером? Павел Евгеньевич Любимцев. Ага, прекрасно. Как у вас были отношения с мастером? Не были, они есть чудесные. Чудесные, да. Понятно. Дальше вы служили в Московском театре на Таганке. Я так полагаю, что там-то с Владом Маленко вы и познакомились. Да. Так, вот скажите, вы работали в театре на Таганке, и я так понимаю, что в других театрах Москвы тоже играли спектакли. Играл, да, участвовал в разных. И сейчас вот вы артист Московского театра поэтов. Насколько это вот именно актерская работа в театре поэтов отличается от театра на Таганке и других театров? Да, в общем, кардинально отличается. Обязанности другие. Театр поэтов — это все-таки не просто поэтический театр, а это театр авторов. То есть это, в первую очередь, люди, которые пишут, организовывают фестивали, в том числе филатафест. Вот мы организовываем уже седьмой год. У вас вообще интересная история. Вы стали вначале лауреатом, а потом теперь стали организатором. Я могу сказать, что практически все, кто работает в команде поэтов, так или иначе проходят через эту мясорубку, через эту крошево-поэтическую филатафест. Он создавался изначально, Влада Маленко, для того, чтобы выявлять новых героев каких-то, и так далее, для поиска кадров, грубо говоря. И таким образом пополняется театр поэтов. Вот из этого фестиваля лауреаты приходят в команду и дальше становятся организаторами этого фестиваля и участниками других проектов театра поэтов. У нас, кстати, есть на телевидении большое интервью с Владом Маленко, так что желающие посмотреть, найдите у нас на странице. Интересное большое интервью, там можно будет подробно про все это послушать, потому что это действительно крайне интересно. Есть у вас ощущение, что сейчас актерская стиля вас немножко оставляет, уходит на второй план, и вы сейчас все-таки больше поэт и драматург. Как у вас? Да, безусловно, есть это ощущение, и этом не сказано, нарад. И в этом не сказано, нарад. Конечно. Но я вас отчасти понимаю, потому что у меня та же самая похожая история. Вы автор пьесы «Веселое сердце», которая с успехом идет с 18-го года в театре Джигарханяна. Что это за пьеса? Идет, да, действительно, пьеса «Веселое сердце». Это такая детская история, музыкальная. В стихах? Да, в стихах. Это такое, так сказать, рукопожатие Леонида Алексеевича Филатова, потому что там тот же самый размер, как и Федоти Стрельца. Ну, собственно, Леонид Алексеевич взял его у Ристофана, там ничего нового не придумано. Вот, и в таком же... Нет ничего нового подсенсива. Да, да, да. В таком же юмористическом, ироническом ключе. Ну, это такая вот актерская шутейная драматургия. Я бы не назвал эту пьесу прям какой-то серьезной пьесой. Это такая полукопустная... То есть вы там отрывались? Да, да, да. Это такой современный фольклор, поэтическим слогам написан, музыкальная такая штука. Достаточно веселая получилась. Вам нравится, как поставили? Потому что автор же обычно не очень довольный. Не знаю. Я очень переживал, когда я принципиально не присутствовал на репетициях, не ходил. Хотя режиссер меня звал, Андрей Крупник, кстати, режиссер, очень интересный. Он меня звал туда, но я пришел только на прогон за день до премьеры, потому что не хотел переживать. Очень переживал, нервничал, хотел все за артистов сам сказать. Они еще путали текст, как это бывает перед премьерой, еще он не выучен еще. Это же прям сердце автора в этот момент. Да, да. Потому что когда в стихах, там в просьбе легче заменить. Я впервые это ощутил, что чувствует автор, когда он сидит в зале. Интересное ощущение, не самое приятное. Но мне, тем не менее, мне понравилось, как это было исполнено, как это играется. Я надеюсь, что сейчас там перемена в театре Ромена Джиграханяна. Меняется, конечно, репертуарная политика, так как нового руководства пришло всегда. Это одно следствие, да, одно другого. Ну, надеюсь, что, может, как-то еще поживет этот спектакль. Именно этот. Ну, а так, может быть, если кто-то еще из режиссеров возьмется, будет интересно посмотреть, как будет пьеса выглядеть в других руках. А еще есть пьеса? Еще пишете? Нет, это был первый опыт. Это, можно сказать, заказная вещь. Ага. О, я вас понимаю, да, вот когда заказная, всегда как-то есть мотивация писать. Он никогда бы не взялся, мне кажется, если бы не было так, поставлено так, что вот надо было. Но так внутрь не хочется продолжать и, может быть, написать не в стихах пьесу, а уже, так сказать. Ну, конечно, я хочу быть Шекспиром там. Это все понятно. Но пока нет как-то идеи. Ну, дай бог, придет, я попробую. Ну, желаю вам удачи на этом попричу. В любом случае, уже поставлено пьесу. Это здорово. Но вы также пишете еще и песни, да? Нет, песни я не пишу. Я пишу тексты. Да, тексты. Тексты, да. И вот и в этом спектакле, и в другом, и для театра поэтов, и театр-студия «Белый шар», которым руководит Павел Генщич Любимцев, туда тоже тексты пишу. Ну, в общем, стараюсь. Когда приглашают, я не отказываю. Ну, понятно. Спасибо. Елена, я специально так дал вам немножко выдохнуть, поговорил с Романом, чтобы немножко обжились в нашей студии. Роман все-таки тертый. Калач, актер, знаете, ему как-то проще, мне кажется. А вам чуть сложнее. Но сейчас мы доберемся и до вас. Ну, первое, что меня, конечно, поразило, что к вступлению к вашей поэтической подборке писал Томас Венслова. Как так получилось? Ну, мы с ним познакомились как-то случайно, можно сказать, в то время не очень случайно, потому что мне требовалось, как бы оценка достаточно авторитетная. Хотя у меня были, конечно, оценки уже Сергей Анатольевич Касьянов уже оба заметил. Ну, все равно как-то... Хотелось еще. Ну, да. Это понятно. Ни одно мнение, ни два, ни три. И так получилось. Я узнала, что он приедет в Москву представлять свою книгу Митилинга, свой сборник. Вот это в библиотеке иностранной литературы на Таганке. На Таганке все как-то тут сходится. И я туда вот поехала. Да. Вот. Ну, во время там перерыва подошла к нему свою подборку. Говорю, там, ну, так и так вот. Ну, потому что, ну, один из моих любимых поэтов. Давно уже его читала. Вот. И поэтому я когда вот узнала об этом, что он приезжает, для меня это, конечно, было таким вот вообще полушоком. Ну, я вообще даже не верила, что смогу его вообще увидеть когда-то вживую. Тем более с ним как-то общаться. Поскольку я вообще боялась. То есть для меня это было что-то такое. А он ко мне так достаточно хорошо отнесся сразу. Да, да, говорит, конечно. Я ему оставила эту подборку. Вот. Ну, и все. И когда так кончился вечер, я поехала, конечно, домой. Это в 10 часов вечера ему оставила. Вот. А в 12 вот уже ночь кого-то звонила мне. И его жена, и он там. Вот. И сказала мне, что хотел вас пригласить в редакцию «Нового мира». Там будет опять его вечер. То есть вот приходите там. Я сказала там, что вот больше, да. О стихах, конечно, сразу мне. Ну, я, конечно, не могла. У вас было все равно поверить. Я как-то опять и там. Ну, уже, конечно, была какая-то более уверенность. Но все равно. Ну, вот туда я уже приехала уже, кажется, с другим как-то настроением. Поскольку уже самой как бы не нужно было себя как-то там представлять. Она мне уже, вот его жена представила, там меня всем. И как-то вот так вот электронный адрес там, конечно, там обменялись. И я потом тоже стала присылать какие-то подборки. Это потрясающая история. Главное, что в тот же день, в 12-й, на очередь дается звонок. Я вообще в это не могла поверить вообще, что я смогу с ним увидеться. Это я вспомнил, как Достоевского, вот эти бедные люди, кто разбудил ночь, прибежал к нему и сказал, вот у нас появился новый адрес. Круто, круто. Скажите, вот вы филолог, преподаватель русского языка и литературы. Вам это в вашей поэзии скорее мешает или помогает? Ну, в чем-то помогает, конечно. В принципе, то, что вот я пошла на факультет русской филологии, было обусловлено тем, что я с детства уже как бы с 7 лет вот начала как-то интересоваться поэзией, что-то там писала. Конечно, так и были детские, конечно, стишки. Вот там первое стихотворение было маме посвящено, но она тоже повлияла на меня в плане вот поэзии, в том плане, что она мне много читала из Лермонтова, большей частью, наизусть. Вот, и как-то я вот влюбилась именно в поэзию Лермонтова в начале, то есть когда для меня русская поэзия началась именно с него. Вот Пушкин как-то для меня оказался так немного за бортом, как позже уже, что-то там, ну, естественно, когда уже начала читать многих тогда, в том числе, как бы он уже стал первым для меня. Вот есть такое понятие, что поэт — это вообще человек, который на самом деле пишет неправильно. Вот это вам, так сказать, образование фундаментально, оно вам вот не мешает всегда поступать правильно? Знаете, я вначале, наверное, мне вообще не обращало даже на это внимание какое-то у меня образование, поэтому мне кажется, у меня больше шло как-то это откуда-то изнутри. А вот что касается уже то, что там филология, ну, это тоже как-то русский язык — это немного одно, литература, то, что русская литература, как-то тут переклички как-то считается. Но я не особо, конечно, с этим согласна, вроде бы как одно дополняет другое, но вот как вот преподаватель русского для меня отдельно преподаватель. Нет, я не преподаю, я просто, да, 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 это я не стала по специальности, уже так уже сложилось как-то по жизни, что не пришлось, поскольку не стала поступать в аспирантуру, поэтому о себя в школе как-то не видимо преподавателем, то есть если преподавать, то в институте. Так случилось, что в то время шло сокращение кадров и не то, что там новых брать, там тех, кто уже проработал долгое время, то есть сказали, что ну аспирантуру закончишь, а преподавать все равно не придется, поэтому как-то приняла решение, что нет смысла. И в капую стезю ушли? Ну, ушла, там много работ поменяла, а потом уже как-то остановилась на логистике, вот я как будто туда пришла. Ну что же, время наше неумолимо идет вперед, скоро мы начнем бросать жребий, узнаем, кто будет первым читать стихи, а во время чтения стихов к нам присоединится критика Елена Пестерова. Последний вопрос о ваших подборках. Как вы готовили, взяли там, не знаю, свои хиты или наоборот постарались сделать какую-то цельную подборку? Вот, Роман, вы как сегодня готовились к передаче? Хочется сказать, что как-то действительно выбирал, но на самом деле ничего не выбирал. У меня было мало времени, я как-то сел, открыл компьютер и нашлепал там на пять минут, чтобы получилось. Ну, как-то внутри все равно для себя я отложил, там примерно я представлял, что мне хотелось прочесть. Но я сосредоточился на коротких стихах просто и на бросовых. Елена, вы как составляли? Ну, я как-то, знаете, больше, наверное, интуитивно, хотя все равно думаю, что, может быть, какие-то стихи упустила, которые у нас было бы. Ну, вот так получилось, как вот она уже получилась. В принципе, как-то хотела что-то общное, с одной стороны, и в то же время как-то они разноплановые, чтобы были. Ну, наверное, что-то все равно, как всегда. Попытались на двух стульях посидеть. Ну, да, да. Посмотрим, что из этого получилось. Ну, что же, бросаем жребий, наверное, Елене, да? А может быть, мы не будем бросать, как Елена решит, так и мы все. А вот так вы хотите? Слушайте, у нас такого еще не было, но это турнир, а турнир всегда предназначает какие-то рыцарские поступки. Вот роман предлагает, Елена, вам выбрать. Как вы хотите, первый читать или второй? Я второй. Второй. Ну, что же, спасибо, роман. Роман Сорокин начинает наш сегодняшний турнир поэтов 2021 года, разгар сезона. Вот, и во время чтения стихов к нам присоединяется критик Елена Пестерева. Поздней осенью в робком смирении Лес прозрачен, невзрачен и глух И какое-то стихотворение Произносит по памяти вслух Он читает его с выражением Но при этом с такой простотой Что равняется чтение с пением Предпоследней осы золотой И подмерное это гудение Я иду в обнаженном лесу И надеюсь, что стихотворение Не разбив, до зимы донесу Несладкая белая манка По Цельсию минус один Сердечная синяя ранка Любовь твоя волокордин Минута и двор запорошен Повсюду чебе монохром Вторая, и ты огорошен Каким-то начальным стихом А дальше уже по привычке Опять загоняешь в строку Трех серых и замерзших синичек На первом январском снегу Ну что мне до этих пернатых Играющих черной лузгой Не надо, ты слышишь, не надо Себя занимать чепухой В прогалах парков городских Гуляют галки Ни шатки, видимо, у них дела, ни валки Я сам прикинулся вполне себе успешным Чтоб соответствовать весне И планам вешним Ведь для чего еще нужны Все эти весны Когда ты видишь, как смешны И несерьезны твои дела И что само собою к Пасхе Спадает всякое ермо Почти как в сказке А город трепетно дрожит Теперь я вижу Сквозь тепловые миражи Нагретой крыши Как нестерпимо для зрачка Река искрится И в трафаретных облачках Летают птицы Все в норме Безотчетная тоска Является на завтрак Прямо к чаю Я ей гостеприимством отвечаю Она же крутит пальцем у виска Ну, было бы предложено Теперь оденусь И пойду гулять на воздух А в воздухе Какой-то странный постук Незрелая замерзшая копель Обычный, стало быть, метампсихоз Февраль от марта Мало отличая Я думаю, что зря не выпил чая Иначе бы так быстро не замерз Закончен бесполезный эмоцион К концу подходят заданные сроки И новые воздушные потоки Приносят атлантический циклон Пока февраль не до конца исчез А март уже застукан был на месте Я сам исчезну полностью В подъезде И поднимусь на лифте До небес Восьмое мая Пьяное небо висит над Москвой Плачет сивушным дождем Поле не трынь зарастает травой Плевелом, марью, хвощом Вместо небесных синих прорех Серых нашили заплат Нынче тебя поднимают на смех Как и узорный твой плат Время не лечит и даже не ждет Горькою пьют мужики И не заметят, как мимо пройдет Не сосчитают шаги Завтра 9 мая уже Будем вовсю вспоминать Брестскую крепость, Киев, Ржев Родину Кузькину мать Небо шинельного цвета На нем кровью запекся закат Счастливо, в общем, на свете живем Биться готов об заклад Как хорошо не бежать от себя Снова к себе же Праздно шататься Среди ноября Бодрым и свежим Жизнь, оглядев на известную треть В розовом цвете В той же манере и дальше пропеть Новых две трети Время по капле стекает с часов Выше запястья Я нахожусь у основы Основ некого счастья Чтобы понять этих глупых стишат Первопричину Нужно вернуться лет ацить назад То есть к зачину Это случилось не ранней весной Шел над райцентром Дождик холодный Сплошной облажной Западным ветром Был я, конечно, уже не дитя Пил я спиртное Если точнее, то даже не я Нас было трое Что мы там пили, не помню, постой Дело не в этом Умер один Стал артистом другой Третий поэтом Так и считает тот третий ворон Ваньку валяет Небо в прорехах осиновых крон Запоминает После расскажут Что был чудаком Жил неумело Праздно шатался Без дела кругом В том-то и дело Куда не взглянешь На твоих глазах Сезонная творится обнаженка Лес оголился И рояль в кустах Уже не спрячешь Куцей одежонкой Привет, ноябрь Я слышу хрип отцу Почти уже случившегося Наста И собираюсь в вишеру К отцу Что в общем-то Случается нечасто Рубцовское сияние небес Ленивая и сладкая дремота И стылый воздух И облезлый лес И странное предчувствие чего-то Того, что я не в силах побороть Не каркайте Вороны-балаболки Ведь я предполагаю А Господь Работает согласно поговорке Спасибо Роман Сорокин В программе Турнир поэтов На первом литературном телевидении Окна присоединился Критик Елена Пестерова Литературно-театральный критик Литература-вет Культурный обозреватель Поэт-переводчик Окончил МГУ имени Ломоносова Литературный институт имени Горького И аспирантур на кафедре Новейшей литературы В Литинституте Статьи и рецензии Публикуются в периодике В том числе в журналах Вопросы литературы Знамя, Октябрь, Новая Юность, Хомо Легис Газете НГЭикс Либрис Лауреат премии журнала «Октябрь» Здравствуйте, Лена Здравствуйте Здравствуйте Это я слушаю подводку о себе Думаю, боже мой Часть этих журналов уже просто умерла И не существует Они стали частью истории Да, они стали частью истории Может быть, их как-то из подводки-то Ну, мы подумаем Ну, мы подумаем Но, с другой стороны, их нельзя Нельзя такое Ну, написать, что я в них публиковалась Пока они были живы Ну, ладно Роман Что вы хотите услышать? Какие у вас есть вопросы? Про что вам рассказать? Что вам интересно? Да я не знаю Может, ну, просто поговорим по душам Я Открытый Отличный план Мне тоже нравится вариант поговорить по душам Я как поддерживаю Давайте на троих сообразим Поговори по душам Опасное предложение Лето Так хочется просто Хорошего душевного Разборка Да Мне очень понравился текст Вся подборка И то, как она составлена Композиционно И то, из чего она составлена Как-то я даже не ожидала И прочитала биографию еще раз Потом еще раз прочитала Думаю, подождите Вы же не учились писать стихи Вы там не филолог Не переводчик Не закончили лид Почему вы так хорошо пишете Какого вы этого наследовали Кто вас учил Где вы Ну, у вас же были какие-то мастера Там, не знаю Как вы лихо начали Самутили сразу же Прямо Прямо Правда интересная Нет, никто не учил Я просто пишущий артист Можно так сказать Лена, кстати, совершенно не комплиментарный критик Если она что-то говорит хорошее Это бывает не так часто Вот И это дорогого стоит Потом я еще раз прочитала Думаю, ладно Может, там написано Что? Мои любимые поэты И дальше такой список на два листа Нет, тоже не написано Ну, ладно Ну, самородок так самородок И про подборку Составляния романа Сказал в начале программы Так, говорит, что-то накидал Было мало времени Что-то короткое взял А вы говорите, что и составлено еще Да, как-то Какие-то очень тесные виталии Мне тоже так кажется Такая актерская кокетская Ладно Так, за что хвалила За что хвалила За подборку За то, что она так удачно начинается С этого осенней лесного стихотворения И заканчивается тоже Осенней лесным И это Ну, как-то приятно Такая кольцевая получается композиция Она может быть одна из самых простых Если не самая простая Но зато она есть Не каждая подборка может этим Похвастаться Я тоже думаю Что первое и последнее Может быть лучшие И если бы я составляла Я бы, наверное, так же делала К первому стихотворению Ну, как-то совсем нечего сказать Кроме, знаете, такое Ну, с ним все хорошо С ним хорошие рифмы У него есть интонация У него есть сюжет Оно развивается В нем есть динамика У него есть финал И такая какая-то забытая Современной поэзии Некрасовская струята Ну, может быть, за счет Трехсложного размера Я шел по лесу И сейчас начинает поэт рассказ Как он написал стихотворение Нет, на самом деле Это очень мне так приятно Все, что вы говорите На самом деле Получилось все очень просто Я живу в Переделкино Я шел по лесу Гулял Так очень по-писательски Да, да Гулял И вспомнил вдруг И стал вслух произносить Вот это замечательное Бунинское Черный бархатный шмель С золотого плеча Я думаю, как это просто Как красиво Как же написать Вот что-то такое Ну, чтобы все просто было Чтобы было там Трехотрейна максимум Чтобы это было Не дать, не взять И я думаю Надо сделать что-то такое И я вот это сочинил Пока я гулял Конечно, не черный бархатный шмель Но как бы я удовлетворился Пускай будет И мне, кстати, оно нравится даже Что редко бывает Но мне кажется, что оно действительно Получилось Так или иначе Я, кстати, вот люблю, когда автор говорит, что нравится Вот это вот кокетство Я тоже Если нравится, ну почему нет Нравится, нравится Вот удача Случилось у человека Ну, мне так кажется Нет, я как раз очень поддерживаю Нет, оно действительно хорошее Правда Продолжаем, да За что похвалить второе Мне как-то нравится идея вас хвалить Потому что если вы действительно так по жизни Не очень про себя рассказываете И просто так Да как-то написал Да что-то не знаю Да просто шел, просто написал Ну, такая репрезентация краткая Тут тогда я эту работу поделаю Порассказываю вам и зрителю Почему вы хорошо Почему то, что вы пишете, это хорошо Смотрите, как любопытно зашито Вот это раз, два, три Во второе стихотворение По Цельсию минус один Наша первая числительная Вторая и ты огорошен Ну, в смысле, тут другой сюжет Минута и двор запорошен Вторая и ты огорошен Ну, это второй числительный В третьей строфе Трех серых замерзших синичек Ну, в моей подборке Пока еще две замерзшие синички Но вы когда сейчас вслух читали Их стало три Это хорошо и правильно Осмысленно И так и сделать Все мерзнут и мерзнут Ну, просто чтобы их было Раз, два, три и четыре Да, так и было Вначале это был первый вариант Просто, видимо, я его подборку включил А потом я просто, когда сам перечитал стихотворение Я подумал, нужно три же поставить Это вот все совершенно по-другому Спасибо И то, про что мы только что говорили Про способ репрезентации Про лирического героя Про человека, который Ну, что-то сочиняет Ну, какую-то чепуху Ну, какие-то Как вы тут выразились Вот, какие стишата Или что-то такое Ну, какое-то такое Самоотношение Такое Какое-то из, может быть Самого начала, что ли Девятнадцатого века Какой-то батюшка Такой И такая Легкость Изящность Отсутствие тяжести Отсутствие лишнего пафоса Выспренности Какой-то надрывности Муки Такое переживание В общем, глубоких чувств Но с Очень изящным способом Правда, это покупает Очень импонирует Спасибо Дальше Ничего-нибудь другое поговорю Потому что Следующие три стихотворения Мне понравились меньше Я как-то в них Не почувствовала Поэтической плоти Такой густой Настойной И Ядреной Они Ну, я бы их относила К проходным, что ли А В прогалах парков Городских Как будто оно долго разгоняется Как будто вы долго собираетесь И там где-то только к концу Вы думаете Ладно, я не очень понимаю Про что это стихотворение Но я все равно его буду записывать А вот примерно оно будет про это И к финалу действительно Оно складывается Срастается Как-то в конце поняли Чего и зачем Но Поначалу ощущение Что просто говорение в рифму Просто Рассказывание такое Ну Я думаю, что вы это тоже чувствуете Но вы же с него не начинаете Куда-то в середину подборочки сложили И в принципе Так И забудем о нем Середину сборничка Тоже можно сложить Такого, чтобы просто Совсем плохо И давайте Давайте выкинем Или перепишем Но таких стихов нет Поэтому мы Даже Даже не будем Таким способом К вашему творчеству Относиться А будем С бережностью И уважением Может быть Все-таки Возникают вопросы Какое-то любопытство Рождается Что-то хочется сказать Прокомментировать Так чудесно говорите Слушаем Да, Лен Как не хочется Даже вас Как-то перебивать Все понятно Совсем согласен Как в воду Смотрите Такая петуха-кукушка Мы же обещали Душевный разговор Летний Душевный разговор На турнире поэта Такого формата У нас еще не было Нет, все Действительно правда То есть Встречание так родилось Я шел И понимаю Что я давно Ничего не написал Надо бы поупражняться Как этюдным способом Оно так и получилось Я сюда в подборку попала Все в общем Елена говорит Настолько правильно Что я Мне нечего сказать Восьмое мая Оно конечно Такое немножко Рубцовское И Это неплохо Все хорошо Но первая строфа Сильно 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 Отделяется Для меня От Остального Стихотворения Она Прям Лучше Чем Все остальное Стихотворение Пьяное небо Висит над Москвой Плачет Севушным дождем Поле Нитрын Зарастает Травой Плевелом Марью Хвощом Ну я не знаю Я положим Знаю Что такое Плевел Но знает ли это Кто-нибудь Кроме ботаников Вряд ли Потому что Настолько оно Ушло в народ В таком Ощущении Что это просто Шелуха От Полезных Семенов Плевел Настолько оно Вот так В этом контексте Не в ботаническом Рассматривается Что я не уверена Но мне все равно Нравится И если бы Оно дальше развивалось Как Ну знаете Много таких Стихотворений Прям ботанических С перечислением Всего растущего И с тем Как это красиво И с каким-нибудь Выводом в конце Или субъективным Ощущением В конце Но как мы потом Переходим К 9 мая Я не уследила Ну потому что В принципе Оно могло бы Начинаться И сразу со второй Вместо небесных Синих прорех Серых Нашили заплат Нынче тебя Поднимают На смех Как и узорный Твой плат И вполне Оно дальше Двигается К Ржеву И к родине Кузькиной матери Немножко такая Как вы говорите Давно ничего Не писал А вдруг Разучусь Забуду Как это делается И такая Шарманочность Она присутствует А дай-ка Покручу шарманку Еще А из нее Что-нибудь Появится Точно появится Но Как По весу Разное Правда Правда И подумала Это гениальное Сильно Продвигающее Нас И является Прямо находкой Но тоже Нет Не является Но при этом Я не говорил Что для романа Он какой-то важный Вот Смыслово Что-ли Так Потому что Биографическое Ну И поэтому Тоже А хорошо А почему Еще тогда Ну вот Читая его Мне возникло Что это Не проходной Стихот Для романа Что оно Важно ему В плане Поэтического Высказывания Да Не знаю Они все Пишут В надежде Что ты сейчас Вдруг Как пастернак Напишешь Стихотворение Это всегда Все мы хотим Писать хорошо А пишем Как получается Вы пишете Хорошо Спасибо большое Нет На самом деле Честно Без всяких Этих Ну Я ко всей Подборке Так отношусь И действительно Больше все Дорогий мне Тот С которого Начал Тот Которым Закончил Ну а в серединке Наполовинку Я только учусь А То есть Вы так себя Осознаете Как человек Который только учится У меня нету опыта Практически Я изобретаю Местами велосипед Я делаю много ошибок Это я все прекрасно понимаю Потому что я Пишу совсем Ну не так давно Может После там 26 я стал писать И Я сейчас наступаю На все грамли Которые можно было Уже давно наступить У меня всего написано Стихотворение 70 Мне 33 года Я написал Только 70 стихотворений Из которых 50 Ну уж Как мы называем их Проходными Уже действительно проходные Так что То что вы мне говорите Сейчас Мне это очень Приятно 70 это мало Как считается За 10 лет Если с 26 Ну в смысле За 7 лет По 10 стихотворений в год Ну мало конечно Ну это даже Ну такой метод гандлевский Да Да Мало но хорошо Хорошо но мало Ну да Нет Я не плодотворный поэт Это я знаю Ну не в смысле Мне кажется Сейчас такой путь Он есть Такой неплодотворности Ну уже нельзя Списать километрами Нельзя километрами И поэтому Я за них так держусь Не то что держусь По гамбургскому счету Надо было бы Вот эти тоже убрать Ну они тоже не получились Грубо говоря Но так как от того Что их и так мало Вот я вот Не ношусь Для меня это скорее не получилось Я конечно не настолько взыскательный Как я Оно получилось В основном Из-за последней строчки Да Но не победа Так Она взяла и собрала его Действительно Но она отчасти и собрала За счет вот этой разряженности Ну про разряженность согласна Да Согласен Вот Вот Но мне о чем Все что вы говорите Мне нравится все больше и больше Прямо Ну потому что вы Как будто у вас Я хотела спросить А какие амбиции Ну то есть Какой там предел Но вы уже сказали Сказали Ну хочется конечно Как пастернат Ну конечно Зачем это написать Если хочется Чтобы это было Не меньше Чего Гамелео Ну когда это будет Я вообще в принципе пишу В надежде Что когда-нибудь Напишу что-нибудь стоящее Только ради этого И вот эти упражнения Все грубо говоря И тогда вопрос Что для вас будет стоящее Потому что на мой вкус Вы уже написали стоящее Но похоже Ваше стоящее Оно прям Совсем не здесь Нет Ну я же понимаю Я же могу Вот мы говорим Про ботанический Я же понимаю Вот у меня здесь написано так А потом я могу вспомнить Что есть в траве Между диких бальзаминов Ромашек Лесных купав Я понимаю Блин У меня так не получилось Я же могу Сопоставить Свои стихотворения С любимыми авторами И понять что еще А вы в курсе Что не все Не все могут Сопоставить свои стихи Со стихами своих Любимых авторов Найти 10 отличий И понять Куда им стремиться Мне кажется Это полезно Это блестяще Ну да Это хорошо К тому же Если есть любимые Ты их повторяешь Знаешь наизусть Они для тебя Совершенные Слово стоит Как говорят Лучшие слова В идеальном порядке Действительно Можно же потом Свои взять И сравнить И понимать Почему тебе Это любимое стихотворение А это Ну ты сам написал То есть вы хотите Написать какое-то такое Которое у вас будет Крутиться в голове Как любимое Повторяться Ну наверное не у меня А Не у меня Ну просто мне хочется Быть довольным Каждым словом Ну что вот Ну я здесь Нашел все нужные слова И поставил их В нужном порядке У меня пока еще Такого нет Вот я все пишу В надежде Что я когда-нибудь Такое напишу Что вот Мне самому будет Понятно Что это От начала до конца То есть победа Что называется Такое сейчас Вот прям чувствую Что вот могу Гарантировать Что так и будет Прям не то Что удачи вам На вашем пути А вот прям Да-да-да Так все и будет Хотелось бы Чтобы это было так Часто Я тоже Похожие Ощущения Вот сегодня Даже ни разу Не поспорили Он с вами Да Ну что Да Мне кажется что прям больше мы лучше ничего и не скажем. Ну да, что спорить-то, глупости мы не говорим. Спасибо большое. Роман Сорокин в программе «Турнир поэтов». А сейчас на сцену приглашаем Елену Антипычеву. Отрадно, что фантазии мои по поводу любовных приключений настолько, вероятно, хороши, что многие, кто знал огонь влечений, порой дают мне дружеский совет. Мол, наша жизнь из радости и муки. Держись, хоть для влюбленных хуже нет на карканной воронами разлуки. То вовсе предлагают сватовство, и женихи, как утверждают сваты, согласны и заочины на ростство. А главное, что все они богаты. Чего еще, красавицы, желать? Не шевельнула пальцем, бац, и в дамки. Но мне охота всех чертям послать. Ведь есть же и дозволенного рамки. Я у своих читателей в долгу, а им давай любовные интрижки. Любить героя — это я могу. Потом второго. Так без передышки. Зачем тогда жених мне наяву? В стихах от кавалеров нет отбоя. Я с ними и гуляю, и живу. В священном царстве воли и покоя. Это шуточное такое стихотворение. Поэтому второе стихотворение, оно тоже не имеет названия. Как и все мои стихи практически. Не боги горшки обжигают, а и мы ого-го. Ведь шиты не лыком, еще по плечу нам бессмертие. Но время — хорошие деньги. Не тратить его. Засушивают летние листья в почтовом конверте. Когда ты однажды откроешь конвертик в руках, рассыплются листья, и крошки рванутся к оконцу. Побыв на земле, не втерпешь побывать в облаках и ближе других оказаться к любимому солнцу. Что будет, то будет. Сгорать тогда пепло дотла. Кружиться так стаями, желтыми, серыми, красными. Зато не торгуясь за жизнь, что до точки дошла. И лампы не пахнут паленым, ночами опасными. Ветрали, метели слоняются взад и вперед. По дачным участкам, полям, на крахмальным рекам, повернутым вспять или воют в трубу ворот. Не страшно, когда невозможно откликнуться эхом. Третье стихотворение по первой строчке «Надвигается тишь на вчерашние сумерки дня». Надвигается тишь на вчерашние сумерки дня. Колебание луны, замутненное водное зеркало, отражает, едва не теряя остатки огня, неподвижность яви, которую сном исковеркала. Две фигуры в ночи оживленно молчат в пустоту. Возвращаясь к себе с обретаемым навыком речи, подражая словам или фразам на полном лету, отзвук крыльев птенца говорит незнакомством «До встречи!» Здесь не пахло ничем, кроме как приозерной травой, и нектаром в цветочные вазы, залитым задаром. Но бессмертие духа не дольше, чем век сам не свой, приходящий на смену мгновениям пропавшим нектаром. А теперь от деревьев лишь контуры, вставшие в ряд. Их причерные ветви засохли и слишком ослабли. Вот и падают листья на почву, где тусло горят. Не слезинки грибного дождя, а бензинные капли. Мокрить ливень, одичавший струи в воздухе напряг, воет ветер, потерявший направление передряг, посреди пустой планеты, уплывающей из рук, привидений, чьи приметы справа, слева и вокруг. Прячу в бусинке ресницы, я гляжу на чистый свет, перелитый за границ, берегов которых нет. Ни в одной стране открытой силой мысли и любви к правде жизни ядовитой, существующей в крови. Голубую даль качает, путеводная звезда шаткой башней шпиль венчает, тень промокшего листа. Не смахнуть в блестящей зыбе ни дыханием, ни лучом, а на дне безгласной рыбе птичий окрик нипочем. Не вступить стопою твердой на клочок земли, где звук в двух шагах не слышно, стертый смысл молчания, глохнет вдруг ни от шума проливного, ни от яркого огня. «Поднебесного шального после облачного дня». Это стихотворение посвящено одному человеку, поэтому имеют вунициалы, но фамилию имеют, думаю, не будут ему озвучивать, поэтому просто прочитаю как отдельное. «Пусть запах душистого меда витает в огне, зари предвечерней над селами и городами, которые мы миновали на буйной волне, небесные реки прикасают друг к другу губами, недавно об этом не знать, не мечтать не могли, дыша в унисон с лебедой и цветами без лоска. И снилось нам солнце, как нынче пригоршня земли, в руке одинокой фигуры из чистого воска. Мы только и верили в то, что доступно другим, живущим в казенных домах на разваленных мира, в догадках теряясь, вдували с окрестностей дым, стоящий столбом на макушке атланта эфира, постигнув неясность и вычеркнув в прошлые дни и песни из памяти, сплавленные к дальним планетам. Покорны всесильной стихии, мы словно одни в пространстве, разбуженным сном и оправленным светом». Елена Антипычева в программе «Турнир поэтов» на Первом литературном телевидении. Елена Пестеревна у нас сегодня в роли критика, ведущий Евгений Сулис. В общем, мы продолжаем. Лена, что скажете? Ой, как-то я много всего, наверное, скажу. Но если вы меня будете спрашивать, то спрашивайте, перебивайте, потому что как-то я за диалог и за попытку обсуждать. Но мы видим, что подборочка раскладывается на такие две стихи попроще, веселые, шуточные, развлекательные, понятные и совсем-совсем сложные, но с очень густой образностью, с перетеканием этих образов, практически сюрреалистические тексты. Чем-то, правда, напомнили Транс Трёмера. Я посмотрела, что вы его любите. Транс Трёмер не самый, потому что такой любимый, в числе любимых. Но на части мне близко что-то из него, в большей части из его, наверное, каких-то часто жатейских наблюдений. Но сама вот эта форма его изложения, я бы не сказала, что она мне настолько близка, поскольку я не очень люблю Верлибр, думаю, что как большинство. В том плане, в том, что, с одной стороны, это хорошо, что там Верлибр даёт больше возможностей, каких-то, но там тоже свои законы. И на деле, может быть, это, на самом деле, сложнее даже, чем стихотворная самая же форма. Но, с другой стороны, всё-таки, поэзия должна быть поэзией, и всё-таки Верлибр надо избегать. Ну, хотя я сама тоже пишу Верлибром, но стараюсь этим не злоупотреблять. А у транс-треймера как-то исключительно один Верлибр, поэтому сказать, чтобы я особо это приветствовала, не скажу. Но в плане вот его таланта, то, что он нёс на видну в поэзии, как я считаю, за это я его очень ценю. Лучше так, наверное, сказать. А то, что касаемо остального, там большие какие-то вопросы. Так. Для меня, наверное, подборка, правда, началась, скорее, с третьего стихотворения, потому что появилось внезапное ощущение глубины, сложности, новизны, какого-то действительно фантастического внутреннего мира. И если бы я могла и умела, какое-то такое странное желание возникло, вот этот ваш текст, и этот, и следующий. Знаете, как бы такой прям дорисовать, как переходящее из одного образа в другой, как мультфильм, что ли, такой медленный сделать. Под третье и четвёртое стихотворения подборки. Вот чтобы вот это вот надвигается тишно вчерашние сумерки дня, колебанье луны, замутнённое водное зеркало, отражает, едва не теряя остатки огня в неподвижности яви, которую сном исковеркало, чтобы вся эта сновическая реальность, такая глубокая, страшная, странная, лесная, с каким-то цветочным нектаром, с бессмертием духа. Чтобы... Сейчас даже объясню. Пока читаешь, требуется усилие, чтобы представлять то, о чём вы пишете. Если уже эти усилия прикладываешь и воображение в эту сторону направляешь и включаешь этот вот сновидческий фильм с вами вместе начинаешь смотреть, тогда, правда, его хочется начать рисовать и как-то зарисовывать. И я прям продолжаю видеть эти мультфильмы, такие совершенно волшебные, они мне по-своему нравятся. Ты знаешь, что сам текст начинает рисовать для глаз внутренних, для внутреннего взора вот эти картины. Да. И это очень такое достоинство текста. И он очень цепкий. Это вот не то, что как-то так глазами пробежал, ну и ладно, нет. И за счёт внутреннего ритма он прям вцепляется в сознание и заставляет этот мультфильм внутри себя смотреть. И вот так мимо не пройдёшь. Я, ну, это, наверное, главное моё соображение про подборку и про вас как автора, ну, потому что верлибров не вижу. Развлекательные стихи, не знаю, что про них сказать, но они есть прекрасные, они забавные, в них есть своё обаяние. Мне скорее они понравились. Ну, скорее понравилось. Это первое стихотворение. Но поэтической находке я не ощущаю в нём. А вот это вот, ну, это вот это вот прям пряча в бусинке ресницы, я гляжу на чистый свет, перелитый за границей, берегов, которых нет ни в одной стране, открытые силой мысли и любви к правде жизни, ядовитой, существующей в крови. Вот это перетекание откуда-то из планет, в ресницы, в бусинки, в ясный свет, в берега, внутрь крови. Но для этого нужно мультипликационную такую подложку. И не знаю, её действительно хочется. И то же стихотворение, которое мокрить ливень, одичавший, в финал его, звук в двух шагах неслышный, стёртый смысл молчаньи, глохнет вдруг не от шума проливного, не от яркого огня, поднебесного, шального, послеоблачного дня. И вы нам не рассказываете, от чего этот звук глохнет, куда он девается. Ну, тут я могу ответить, это как воображаемый звук, поскольку это уже воображаемая страна, и поэтому уже где нет вот этих вот, да, ливней и ветров там, и всё вот это то, что нужно увидеть в реальном этом мире, потому что стихотворение на самом деле было написано с посвящением, просто здесь я его не указала. Такой был период кратковременный в моей жизни, который меня вот навеял, то есть у меня всё время всё ассоциировалось, вроде вот такой вот мокрид, с дождями, и вдруг вот как-то, ну и как бы, всё время мне казалось, что вот вроде бы так мир строится. Ну и вот здесь вот возникло вот так, что уже захотелось куда-то в другое место. Какая-то твёрдая опора появилась, такой клочок земли, где можно встать. Да, да, но на самом деле, понятно, что это всё воображаемое, то есть тут не за что зацепиться, то есть и опоры-то никакой нет, и звука никакого нет. Мне скорее нравится это, как приём синтаксический, что вот нам начинается рассказ, что этот звук глохнет не от того, не от того, не от того, а потом стихотворение просто заканчивается, и звук глохнет, и нам не рассказывают, от чего он там глохнет, ну какая разница. Ну потому что он своим вот этим финалом скорее показывает, как заканчивается звук. Я не знаю, что завершилось. Всё. Попридираюсь к вам совсем чуть-чуть. Стихотворение второе. «Не боги горшки обжигают, и мы ого-го». Выпадают женские рифмы. Не знаю, Новорошного их в третьей строфе включили, или это, ну не расслышали ритмическую, вот эту, провал такой. Смотрите, у нас было «Ого-го бессмертие, его конвертия, руках оконцу, облаках солнцу, дотла красный ми». Ну, лишний слог. Нет, на самом деле, как я имею в виду, что когда вот эти вот крошки... А я только про ритм. Я только про ритм. Дотла красный, дошла опасный, а вот эти подзвучия, дополнительная стопа получается в строчке, она, конечно, так, не знаю, вы сознательны, но судя по тому, как вы отвечаете, скорее нет. Нет, вы знаете, на самом деле, я этот ритм устроила, я, например, люблю вообще вот иногда вот короче делать какие-то строчки, иногда длиннее немного. То есть, если мне это вот как-то ложится чисто интуитивно. А расскажите тогда про эту интуицию, которая вас вот тут вот стимулирует удлинить строчку. Знаете, это как-то вот чисто, я не знаю, уже тут нету каких-то специальных приемов, наверное, это идет как-то изнутри, что я понимаю, что должно быть только так. То есть, я не могу... То есть, вы понимаете, что она удлинена, но вы считаете, что так должно быть. пусть она удлина, но я понимаю, что вот так вот должно быть. То есть, не могу как-то себя внутренне перестроить. То есть, уже то, если у меня идет, я смотрю, Ну, тогда я, наверное, только субъективно могу отозваться, потому что вот эти вольности, которые вы себе позволяете, вот там бросить логику, не отказать, не ответить, от чего звук закончился, мне нравится. Слово бензинные капли, ну, оно совсем ваше и внутри вашего художественного мира, мне нравится. А вот эти удлинения в красными опасными, ну, нет, не нравится. Не почувствовала, зачем они здесь как-то. Не отозвались они во мне как-то так, чтобы с душой к ним отнестись. Но как-то похоже, что так. И что-то еще хотите обсудить, рассказать, спросить, узнать? Готова отвечать. Сам что-то спрашивать не очень. А расскажите тогда, Венслова к какой подборке писал предисловие и что происходило вообще? Ну, вы знаете, здесь тоже есть те, кто и не из этой подборки, но не все, конечно, потому что... Это к публикации какой-то было? Ну, да, да, да. Но здесь, конечно, не все эти, поэтому здесь... А где была публикация? Ну, у меня и в 45-й параллель есть из его, где он писал именно вот какое-то... Предисловие? Да, да, да. То есть, как-то так. Все на память вот так... Нет, именно там, где он писал предисловие про эту публикацию. Это в 45-й параллели. Ну, да, да, да. Там это есть. Это круто же, да? Вот, поэтому... Да. Вот, мы считаем, Светлана, что это круто. А здесь... Не все, Амвенслава пишут предисловие. Ну, да, я сама как-то вот всегда к себе так самокритично относилась, что... Но, тем не менее, не побоялись ему дать подборку. Ну, да, наверное, так что самокритично-самокритично, да? Ну, да, наверное, поэтому и не побоялась, потому что как-то вот, наверное, вот это именно... Вот самокритичность меня к этому и сподвигла, поскольку вот так вот, так и будешь, там как-то все равно думать чего-то. Ну, конечно, там мнения какие-то, там, я все равно там собирала, там, слушала. Вот, Сергей Анатольевич от Касьянов меня когда заметил тоже, он сразу меня как-то пригласил. Вот, и... Там, я ему тоже подборки посылала, он тоже там, ну, там, я, конечно, всяких хороших советов дал, в общем. Ну, ну, хотя у нас с ним немного там вышли какие-то такие споры. А какими советами пользуетесь? Ну, ну, я вообще по... ну, на отправление, что ли, потому что я думаю, что я без него бы не стала, например, как вот тем, как мы сейчас, да, то, что вот сейчас хотя бы, да, могу. Вот, а до этого, я думала, что я, наверное, не в ту шла, не в той дороге. Скорее развивались с ним вместе. Просто вот мне дал вот такие напутствия необходимые, сделал какие-то вот замечания, учения, которые мне пригодились позже. Хотя в начале, конечно, с этим не согласилась. То есть я как-то была так вот ну, агрессивная, слегка так настроена, что думаю, что там... Вы бываете агрессивны? Ну, наверное, вот в плане литературы именно так, что я думаю, что это такое, что у меня там... Вот, а когда потом я уже прислушалась к нему, и поняла, что он прав, и что там очень много, над чем мне надо было работать, вот, и, конечно же... А вот эти стихи написаны уже в этой новой жизни, когда вы уже прислушались и стали как-то иначе писать? Да, да, да. Это в новой жизни уже. А потому что старые-то, конечно, там были и те стихи, которые я вообще уничтожила. Ну, это больше детские там стихи, там вообще были больше такие они. Прямо удалили в компьютере? Нет, а я никогда не писала в компьютере, я всегда на бумаге, у меня там куча вот этих вот черновиков, и поэтому... Сожгли как? Не, порвала все и выбросила, вот, потому что я поняла, что лучше я это не буду видеть никогда, поскольку... Решительная женщина. Не все на это, да, решительные, не все авторы на это способны. Я вот эти, знаете, свои вот эти все институтские, зато тетрадь, стопки храню, вот, потому что как-то ими дороже, наверное, вот оказалось, чем вот эти детские мои стихи. Поэтому как-то вот с теми расстаться не могу, а с теми рассталась очень легко. Так-то думала, зачем мне это надо, в общем, вот, думаю, что было, то было, как-то надо уже перевернуть эту страницу, вот, и поэтому как-то вот так вот получалось, что какие-то пути все время были, то одним, то другим, и как-то метания какие-то бесконечные, вот эти, не знаешь, что там, вроде, не хочется, что какие-то были бы там отголоски, как у 19 века, хотя он на всех поэтов вообще влияет. Конечно. Почти там по пальцам пересчитаешь, но я думала, опять же, это более позднее уже тогда. А хотелось не повторяться, да? Да, да, вот именно хотелось, чтобы не было вот такого вот этих образов, этих штампов, этих избегателей. Я вот как-то вот в начале, наверное, безусловно, это происходило. Вот, то есть, стихами считать такое просто не хотелось. То есть, об этом уже как-то написано, думаю, наверное, оно лезет вот так в голову уже что-то, и ты не можешь это выбросить. Это становится настойчиво там, вот. А потом вот как-то уже, наверное, какой-то вот нашла свой вот такой, путь, поскольку все время стремилась именно к этому, чтобы отбежать каких-то повторений, каких-то похожестей там, и все так. Есть ощущение, что Елена нашла свой путь? Может быть, и не нашла до конца, конечно, но... Ни на что не похоже, скорее, действительно, он уникальный, но я бы не сказала, что путь, как будто нащупала тропинку. Вот так вот. Наверное, да. Вот так вот, если... Аккуратно пробирается. Ну да, потому что вот... Ну что же, пусть тропинка выведет уже на свой путь. Елена Антипычева в программе «Турнир поэтов» на Первом литературном телевидении, а мы с Еленой Пестеровой сейчас подведем еще небольшие итоги сегодняшнего выпуска. Оставайтесь с нами. Ну что же, вот так быстро пролетел лично для меня сегодняшний выпуск «Турнира поэтов». Небольшие итоги сейчас Еленой Пестерой мы подведем. Лена, а вы сказали, что роман «Сорок» немножко внешне похож на Андрея Нитченко? Очень. Очень, да? Очень. Я даже не знала сказать ему об этом или не стоит. Я тоже думал, давай оставлю на финал. Значит, мы тут сошлись. А вот по поэтике с Нитченко есть что-то? Тоже немножко похожа. Турнира. Вообще, признаюсь, когда вот… Нитченко чуть более эстетский, я бы так сказала. Роман, значит, совсем не эстетский. И слава богу. И это хорошо. Да. А хочу простое стихотворение, совсем простое. Я, когда готов к передаче, еще не читая стихов романа, смотря биографию, я вообще всегда с опаской отношусь к актерам, пишущим стихи, к самим стихам в смысле. Это всегда какой-то уровень, мне кажется, такой не очень. И вдруг вот такое удивительно… Слушайте, ну я видела двоих, собственно, Романа и Екатерину Ишимцу. И оба актера, пишущие стихи, отличные. Поэтому я даже не знаю. А обычно плохо, да? Я видимо, плохих не видела. Мне кажется, что обычно да. Но просто мне кажется, каждый третий актер что-то пишет, стихи, но чаще всего, мне кажется, это плохо. Я вчера он какой-то такой, даже не актерский, мне что понравилось. Какой-то он такой. Он всегда более поэтичный. Очень мало знаю актеров, поэтому мне сложно сравнить его со средой. По мне так актерский. Может, бывают куда более актерские. Так, Елена Антипович, у меня такой человек в себе очень, да? То есть вот тяжело ей будет и в турнире поэтов, и, мне кажется, вообще… немножко хлебников. Да. Какие-то тетрадки, тут вот хранила-хранила, потом решила, хватит. Ну, правда, с таким внутренним, очень внутренним и очень разнообразным, разветвленным миром. Ну, может быть, так и вылезть живой гений, так вот смотришь, ну, вот какой-то человек в себе, а потом бац-бац. Не знаю. Но уверена, что быть живым гением очень тяжело. Ну, видно, что Елене непросто. Да. Но есть ощущение, что вот из этой непростоты, вот из этой вот, что там вот, вот из этого варьева, который там внутри происходит, о котором она так скупа, подробно, но при этом скупа. Вот какое-то есть ощущение, что там может родиться что-то прям очень-очень необычное. Такое вот. Недаром она заговорила про свой путь Елена, и вот это вот, вот это ощущение, что вот не каких-то повторов, а именно нащупывание своего. Глубокий автор у нас сегодня получились. Вообще сегодня прекрасная передача, я считаю, просто. Мне очень нравится. Очень нравится. Мне так все по-простому. Нравится, не нравится, это не нравится, это нравится. Мне кажется, вообще так и надо начинать. Нравится, не нравится, а потом уже почему не нравится, почему нравится. прекрасно. И вот, мне кажется, оба автора с каким-то вот ощущением, ну, что там может быть какое-то очень интересное продолжение. как-то хочется за ними последить, посмотреть, что будет там через год, через пять. Дай бог всем здоровья и жизни. Ну, я, честно говоря, да, вот все, что я хотел спросить, я спросил, у вас есть все, чем поделиться как-то еще, что, может быть, не досказали в программе. Забыла Роману сказать про сбой ритма и расстроилась. Роман, у вас там сбой ритма. В одном из стихотворений. В одном из стихотворений. Найдите и напишите. Там внезапно цезура появляется, который там, ну, больше ее нигде нет, всего в одном месте она, в одной строчке. Раз так и, к слову, синий, там что-то там, ну, как будто вместо синий должно быть пресиний. Вроде я обозначила место, куда смотреть. Ну, вот Роман вам. Домашнее задание. Спасибо, друзья. Спасибо, по-моему, да, очень какой-то глубокий, необычный. Я как эту вот, мне хочется еще как-то к этим стихам вернуться, подумать, почитать, перечитать. Чего я вам желаю. Ну, и, конечно же, голосуйте, выбирайте тех поэтов, которые вам нравятся, чтобы мы уже плавно перешли, ну, мне-то осенью, наверное, уже к четвертьфиналу. Ну, а пока продолжаются отборочные этапы, отборочный этап турнира поэтов 2021 года. До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова